Вартовчанка Мария Семушева – лучший логопед России. Это почетное звание она получила на чемпионате страны по педагогическому мастерству, который прошел в Москве. За награды здесь боролись 170 педагогов из 30 регионов России. Мария представила на суд жюри собственные программы, которые по итогам конкурса были признаны экспертами уникальными. Теперь их хотят использовать и другие логопеды. Коллеги отзываются о Семушевой однозначно. Ей под силу любые, даже самые сложные случаи. В детском саду «Умка», где работает наш педагог, побывал наш специальный корреспондент Алексей Шабанов. Ребята, мы проснулись, улыбнулись. Все хорошо. Смотрим на меня, да? И составляем сейчас по одному приложению по каждой картинке. Мария Семушева вновь рассказывает своим воспитанникам сказки. Эту программу несколько лет назад она придумала сама. Просто однажды надоело работать по чужим конспектам. Скучно и не так эффективно. И тогда Мария придумала свою методику учить детей правильно говорить. Потом написала 11 сказок и сама сдала книжку. В этих историях разговаривают не только люди, но и животные, и даже предметы. На сказках можно отрабатывать и разные компоненты речи. То есть при помощи сказок можно закреплять звукопроизношение, можно обогащать словарный запас, развивать связную речь. Все герои разговаривают в беседе, иногда и в споре решаются простые вопросы реальной жизни. Правда, в реальной жизни все бывает несколько дольше, нежели в сказке. Еще год назад Олег Кузьмин не произносил половину звуков и очень расстраивался, когда его не понимали родители. Тогда обратились к сказочному методу Семушевой. Проблему решили за 12 месяцев. Дома их заставить сложно, чтобы бабушка или кто-то. А она их перед зеркалом поставила, и он у меня очень исполнительный. И вот когда она с ним индивидуально работает, моментально все звуки, скажем так, приходят на место. В логопедическую группу в детском саду Умонка посещают 10 детей. Еще 10 занимаются у логопеда дополнительно. Можно было бы брать и больше ребят, но таковы образовательные стандарты. А вот с оборудованием, напротив, сложности нет. Мы имеем возможность полностью оснастить образовательный процесс с соответствующими учебными пособиями, оборудованием, программными обеспечениями, которые позволяют подходить с новыми, с какими-то инновационными подходами к развитию образования, к коррекции речи у детей. Свою карьеру Мария Семушева считает большой удачей. Раньше она работала зубным врачом. Потом по воле обстоятельств сменила профессию и попала в точку. Первое образование, конечно, очень помогло в работе. И еще уверенный педагог пригодится. В планах у Семушевой открыть центр по работе с детьми. Что конкретно там будет происходить, пока секрет. Но аналогов ни в Нижневартовске, ни в Югре пока нет. Алексей Шабанов, Рамиль Хайрулин. Телерадиокомпания Югра. Нижневартовск.